Друзья, я хочу провести конкурс в честь 200 тысяч подписчиков. Я долго соображал, чтобы его такого придумать, и в итоге пришел к самой простой модели проведения конкурса. Что нужно сделать? Во-первых, нужно подписаться на канал. Во-вторых, поставить лайк этому видео. И в-третьих, написать комментарий «участвую в конкурсе» и прикрепить контакт либо в Инстаграме, либо в Телеграме, по которому мы можем с тобой связаться. Победителей будет 5, и все они получат одинаковые призы. В качестве приза я решил обозначить свою книгу, которую я сейчас продаю, личную консультацию со мной и 200 долларов в криптовалюте. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и оставь комментарий, что ты участвуешь в конкурсе. Через неделю с помощью сайта Randomizer я выберу 5 победителей, свяжусь с ними, и они получат свои призы. Ну а мы начинаем. Регулятивная атака, а иначе это никак не назовешь, против централизованных криптовалютных бирж рождает новый тренд. Который, к сожалению, сейчас немногие видят. Но я расскажу тебе о нем сегодня, потому что это тот самый тренд, который создаст множество новых долларовых миллионеров. Точно так же, как это в свое время сделал Hype DeFi и Boom NFT. Начнем с того, что происходит с Бинансом. Насильственная процедура идентификации личности для абсолютно любого объема торговли на Бинансе. Теперь это суровая реальность. До этого момента ты мог не проходить верификацию личности на Бинансе, если сумма твоих выводов с биржи составляла меньше 2 биткоинов в сутки. И для большинства трейдеров этого хватало для того, чтобы не переживать насчет процедуры «Знай своего клиента». И многие эти трейдеры наверняка жили и торговали в США. Сейчас же им и вовсе нельзя торговать на Бинансе в США. Я торговал на Бинансе с 2017 года, но в 2021 пользуюсь им все реже. Даже не из-за регулятивных проблем централизованных криптовалютных бирж, которые переживает не только Бинанс, но и по соображениям безопасности. Но я расскажу тебе одну историю. Например, ты публичная личность и ведешь свой блог, посвященный криптовалютам. Однажды тебе пишет какой-то человек, и ты переходишь по его ссылке якобы посмотреть какой-то криптовалютный продукт, которым он хотел с тобой поделиться. Ты даже не подозреваешь, что перейдя по этой ссылке, ты уже отдаешь ему свои данные от криптовалютной биржи Бинанс, например. Но у тебя же двойная верификация и лимит на вывод, так что ты все равно уверен, что даже получив доступ к твоему кабинету на Бинансе, преступник ничего не сможет сделать. К сожалению, это не так. И это, кстати говоря, наверное, даже ошибка самой криптовалютной биржи Бинанс. Ведь запуском Бинанс NFT, макетплейса Бинанса, где торгуются NFT, обнаружилась крайне неприятная вещь. Несмотря на все меры безопасности, преступник может создавать NFT по абсолютно любой цене, чуть ли не за 100 тысяч долларов продавать какую-то картинку. И затем он может продать эти NFT-картинки самому себе, используя деньги на твоем аккаунте. Так, несмотря на все ограничения суточных выводов с биржи, несмотря на все меры безопасности, включая подтверждение операции мобильным телефоном и почтовым ящиком, преступник может вывести с твоего аккаунта любую сумму. Хоть тысячу долларов, хоть миллион долларов. Ну а тебе останется абсолютно бесполезная NFT-картинка стоимостью весь твой депозит. Об этом мало кто знает, но это есть. Твои деньги, хранимые на Бинансе, да и на любой другой централизованной криптовалютной бирже, не находятся в безопасности. Они никогда не будут в безопасности. Поэтому храни их на холодном кошельке, например, Леджере. Пару дней назад Бинанс полностью изменил свои правила. Теперь для любого пользователя необходима верификация. Они бы навряд ли сделали бы такие правила добровольно. Поэтому, очевидно, регуляторы давят на биржу бескомпромиссно и жестко. Можно сказать, что это регулятивная атака против централизованных криптовалютных бирж. Почему же я начинаю потихоньку прощаться с централизованными биржами? Мы видим тренд на децентрализованные биржи. Дексы и свапы. Их запускают на блокчейнах Эфириума, Полигона, Бинансмартчейна и даже Кардана. В скором времени обзаведется своим свапом. Децентрализованные биржи работают прямо на блокчейнах этих криптовалют. Дексы – это короли криптовалютного будущего. Что это значит для тебя, криптохолдера? Я думаю, что регуляторное давление на централизованные биржи приведет к взрыву популярности дексов. Юни-свапа, панкейк-свапа, суши-свапа, сандэй-свапа и других. Ты в это не веришь? Просто подожди, когда торговать без идентификации личности не получится. Ты думаешь, это происходит только в Штатах, а я в России и мне ничего не будет? Мы уже несколько раз смотрели, что происходит с криптовалютами в России. Россия до 2024-го хочет знать каждого криптохолдера буквально в лицо. А для этого нужно обязать каждую криптовалютную биржу идентифицировать своего клиента, независимо от того, какими объемами ты торгуешь. Хоть одной тысячной биткоина, хоть сотни биткоинов. Ты не сможешь даже вывести свои деньги с биржи без предоставления данных о себе, этой бирже. И вот почему я думаю, что в децентрализованные биржи польются огромные деньги, войдут огромные объемы и придет огромное количество новых людей. Жаль, что сейчас немногие это понимают. Что же делаю я? Я начинаю накапливать токены децентрализованных бирж. Каких, например? Прежде чем я расскажу, на какие свапы я обратил свое внимание, хочу напомнить, что сегодня последний день предзаказа моей книги. Сегодня ночью я закрываю его и больше не буду возвращаться к этой теме. Если ты хочешь предзаказать мою книгу со скидкой 50%, то перейди по ссылке в описании. Многие спрашивают, как купить книгу. На сайте, который я оставляю первой ссылкой в описании под видео, нужно нажать на эту красную кнопочку «Купить книгу со скидкой 50%». Либо же ты можешь написать мне в Телеграм. Ищи аккаунт «Егазав» в Телеграме. Он подписан «Диди» и пиши мне. Я отвечу абсолютно каждому, хоть и с опозданием. Сам понимаешь, по 200 сообщений в день приходит. Я трачу достаточно много времени на разбор личных сообщений. Ну а мы переходим к Дексам, которые лично мне кажутся недооцененными. Итак, первый свап, на который я обратил свое внимание, это Суши Свап. Почему? Потому что он до сих пор на 40% ниже своего исторического пика. На минимуме этой коррекции Суши Свап стоил около 6 долларов. Недавно мы видели, как Луна Терра с 6 долларов выросла до 30. Я думаю, что Суши Свап может повторить такое движение. Кроме этого, капитализация Суши составляет всего лишь 1,7 миллиарда долларов. Против, 17 миллиардов долларов у Юни Свапа. Что в 10 раз меньше. Поэтому потенциал Суши Свапа может быть даже X10 от текущих. Я думаю, что если Суши Свап заберет хотя бы даже 20-ю часть от объемов торговли NFT на OpenSea, то это должно как минимум удвоить доходность Суши Свап. Еще один свап, на который я обратил внимание, это Квик Свап. Это очень молодой проект, который начал торговаться лишь в феврале этого года. Он работает на блокчейне Polygon. Почему я обратил на него внимание? Во-первых, то, что он молодой. Во-вторых, в обращении доступно лишь 361 тысяча монет. При этом в нем уже озолочено более миллиарда долларов. При капитализации в 250 миллионов долларов. За одну неделю количество пользователей Квик Свап выросло на 27%. Интересно то, что несмотря на свою новизну, иногда у Квик Свапа даже больше пользователей транзакций в сутки, чем у раскрученного на эфириуме Юнисвапа. Так, за последние 24 часа у Юнисвапа было 28 тысяч пользователей. В то время как у Квик Свапа 18 тысяч пользователей. Значит ли это, что Квик Свап вырастет? Я не умею видеть будущее, но, несмотря на это, мне кажется, что Квик Свап крайне недооцененный DEX на рынке. По крайней мере, одна из самых недооцененных децентрализованных бирж это именно Квик Свап. Об этом говорит также и эта табличка. Если рыночная капитализация уменьшается, а объем залоченной ценности в этом свапе растет, это означает, что у проекта очень большой потенциал. И мы видим, что у Квик Свапа самый большой потенциал из всех, которые здесь находятся. Кто-то спросит, как же он недооценен, если он стоит 700 долларов. При том, что Юнисвап стоит всего лишь 30. И это частая ошибка новичков. Ведь они смотрят на цену, но не учитывают рыночную капитализацию доступное количество монет. Дело в том, что в доступном предложении Юнисвапа мы видим 587,5 монет. В то время, как у Квик Свапа всего лишь 327 тысяч. Если капитализация Квика вырастет с 232 миллионов долларов до 17 миллиардов, как у Юнисвапа, то один токен будет стоить 50 тысяч долларов. Вау! И все потому, что очень мало токенов, 327 тысяч всего лишь. Если что, у биткоина, например, 21 миллион. Поэтому я думаю, что Квик Свап по сравнению с Юнисвап недооценен. Однако это не финансовый совет. Я предлагаю тебе самостоятельно изучать DEX и выбирать то, в чем ты уверен на все 100%. Ссылку на страницу со списком децентрализованных криптовалютных бирж я оставлю в описании под видео. Переходи и изучай. Регулятивное давление на централизованные биржи для меня выглядит большой возможностью в сфере децентрализованных бирж. Это новый тренд, который еще отстает от бума DeFi прошлым летом и хайпа NFT в феврале этого года. И этот тренд создаст множество новых долларовых миллионеров. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся сегодня в новом видео, которое я уже готовлю на вечер. В нем мы поговорим про цену биткоина, про анчейн-метрику для биткоина, которая говорит нам об интересных событиях на кратко и долго сроке. Также вечером мы поговорим про еще две криптовалюты, Hedira Hashgraph и Algorand. Про них я тоже кое-что накопал, очень-очень интересное. И не забудь поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно поставить лайк под это видео, подписаться на канал и оставить комментарий со своим контактом в Телеграме или в Инстаграме. Через неделю я рандомно выберу 5 победителей и мы с ними свяжемся. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok